Стас Матвеев рекордсмен книги рекордов. Он запомнил 10 тысяч знаков в числе Пи после запятой. А безошибочно воспроизвести ему удалось более 8 тысяч из них. Цифры он писал на доске в течение 4 часов в присутствии комиссии и при непрерывной съемке на видеокамеру. Потом рекорд был официально зарегистрирован в книге рекордов России. Как сейчас живет Чебоксарец с феноменальной памятью и чем занимается, выясняла Татьяна Трофимова. А это секрет. Секрет в работе над собой заключается. Я думаю, это секрет в любом деле. То есть да, каким-то людям что-то дано больше с рождения. Я бы не сказал, что мне именно дано способность запоминать. Мне просто дан интерес именно к данному направлению. Цифры интересовали Стаса с раннего детства. Когда был маленьким, говорит он, часто ходил с мамой на рынок и постоянно считал все, что попадалось на глаза. В школе свой интерес молодой человек подкреплял усиленными занятиями математикой. Мне нравились цифры и дальше я это просто начал развивать и это вылилось в то, что я научился запоминать разные виды информации довольно быстро и в большом объеме. Запоминал там всех американских президентов, их годы правления, там все штаты Америки. Ну так много различной информации. Потом я узнал, что кто-то там в России запомнил число ПИТОМ до 6 тысяч знаков. Я подумал, что в принципе это не так много. Я могу запомнить больше. Я запомнил 10 тысяч знаков, но как бы на рекорде мне удалось установить чуть более 8 тысяч знаков. На подготовку рекорда у Станислава ушло всего 3 месяца. Запомнил все за 10 дней. На этот момент он уже был студентом Московского института электронной техники. Как утверждает сам молодой человек, для него было важно не рекорд установить, а показать возможности человеческой памяти. Сейчас Стас проводит мастер-классы и онлайн-тренинги для тех, кто хочет научиться запоминать больше информации. Помимо этого, любовь к цифрам помогает ему успешно вести свой бизнес. Я занимаюсь интернет-магазином по соковыжималкам бытовой техники. То есть мне самому нравится питаться свежевыжатыми соками. Я как-то вот обнаружил такую вещь, что соковыжималки востребованы и создал свой интернет-магазин. И также у меня есть офлайн-магазин и игрушек, где преимущественно детских игрушек, необычных. Я тут посчитаю, я тут все сделаю, я тут что нужно запомню. То есть вот в этом мне это все нравится, то есть посчитать там возможные, где какая прибыль, где какие убытки, где какие расходы. К тому же прошлым летом в тираж вышла книга Стаса «Феноменальная память». И надо сказать, была успешно распродана по всей России. Я собрал весь свой опыт и написал то, чего как бы не было раньше в русскоязычной литературе. И я думаю, поэтому она интересна многим людям, потому что там именно реально практическая информация, как я все сам делал. У молодого человека с феноменальной памятью вполне конкретные цели на будущее. Стас собирается продолжить изучать мышление человека. И в ближайших планах рекордсмена России проводить тренинги по запоминанию информации не только в Чебоксарах, но и в Москве. Татьяна Трофимова, Леонид Клейман, Республика.